Я не красавчик, чтоб все с ума сходили Да, и не сходят, это даже веселей Но девочки всегда во мне чего-то находили Не знаю, что на девочкам видней Не знаю, что на девочкам видней Не знаю, что на девочкам видней Дорогие друзья, кроме Александры Хайрулиной и Романа Шахова Сегодня в эфирной студии счастливы представить режиссер, клипмейкер Замечательный, талантливый человек Ирина Миронова Ириночка, добрый день Здравствуйте, очень рады И вот только что, надо сказать, мы посмотрели клип Оляре Сюткина Снимала как раз Ирина Миронова И Рошкин одел единственный раз в жизни, я так предполагаю, Валера Благодаря именно вам Да, он согласился не сразу Не сразу? Нет, конечно Валера суперпозитивный человек Наверное, образ такой для него непривычный, да? Ну, конечно, непривычный ролик Ну, потому что это все-таки Ну, надо же смелость иметь, чтобы что-то такое себе позволить Я очень люблю артистам предлагать экспериментальные образы Но не каждый раз это получается легко убедить Но получается, я счастлива Ну, больше получается, чем не получается Больше получается, да Ира, ну, получается, я так понимаю, раз в неделю примерно, да? Мы посмотрели, сколько клипов у Ирины Мироновой Раньше так было, да Около тысячи уже, Ирина За более чем 15 лет деятельности Да, у меня был такой период прямо адский Хотела сказать Нет, что-то хорошее надо Хороший период Горячий, жаркий Горячий, жаркий Период, да Там было по 5-6 клипов в месяц В общем, фабрика включилась И несколько лет не выключалась Мироновский конвейер Конвейер, поток Не случалось такое, что уже руки опускались Голова уставала, все уставало Мозг тоже отказывался работать Нет, но в таком потоке вот Ой, сейчас какие-то прямо ужасы Рассказывайте, как Нет, я надеюсь, такого никогда не произойдет Я все себя вижу такой уже престарелый Уже такой клипмейкершей с росточкой И которая все еще там Тимати снимает Тоже такой уже с росточкой И это так здорово Я буду-буду Юбилейный тур Тимати, да? Режиссер Ирина Миронова, да? Ну да, разумеется, именно так Конечно Ир, на сегодняшний день Над чем работаете вы? О, опа Вопрос в лоб Кино собираюсь снимать Большое, музыкальное Наконец-то Уже Я много видела и читала В ваших интервью Как вы говорите Что это очень важное и большое дело Которому я стремлюсь Я мечтаю Я хочу большое кино Неужели вот оно должно уже случиться? Случиться, да Но это как-то я без, знаете Без истерики То есть я всегда знала, что я буду снимать И никогда не торопилась особо Мне кажется, что с этим делом Торопиться не надо Вы всегда говорили, что очень нужен хороший сценарий Даже сами пытались писать Но говорили, что он хорош Но не настолько, чтобы я приступила Нет, пока не настолько Когда-нибудь я стану Вуди Аленом И буду сама себя писать Это очень скоро наступит Но пока не прямо сейчас А кто же сумел написать тот самый сценарий За который вы в итоге беретесь? Ну я тоже руку приложила Ну в общем, это коллективная работа Очень хорошая, серьезная Я пока, к сожалению Это очень все новые новости Такие новые свежие новости Вот, я могу только порадоваться, что это происходит сейчас в моей жизни И пожелайте мне удачи Удачи, удачи Пожелаем, друзья Ну и дальше у нас «Все сначала» Следующий трек Музыкальный шедевр Именно так по-другому Не хотим даже называть Кристина Арбака Это клип «Все сначала» Режиссер Ирина Миронова Учитесь, девки, да Как надо снимать Ты обещал прийти Около десяти Десять, двенадцать час Пока не дождалась Я не спала всю ночь Я сочиняла речь Все, уходи ты прочь Больше не будет встреч А потом все сначала Я ждала И скучала Прогоняла Прощала И назад возвращала А потом все сначала Что-то в трубку кричала И на стрелки смотрела И репела Репела А потом все сначала Я ждала И скучала Прогоняла Прощала А потом все сначала Снег так похож на дождь С правды похожа ложь Занят долги и дела Сердце тоска свела Город ночной мой враг Как же ты можешь так? Ты же не изменял, ты предавал меня А потом все сначала я ждала И скучала, прогоняла, прощала И назад возвращала А потом все сначала что-то вдруг покричала И на стрелки смотрела и репела, репела А потом все сначала Я ждала, и скучала, прогоняла, прощала А потом все сначала Ты обещал прийти Около десяти Десять, двенадцать час Так и не дождалась Город ночной мой враг Как же ты можешь так? Ты же не изменял, ты предавал меня А потом все сначала я ждала И скучала, прогоняла, прощала И назад возвращала А потом все сначала Что-то в труппу кричала И на стрелку смотрела И репела, репела А потом все сначала Я ждала, и скучала, прогоняла, прощала А потом все сначала Субтитры сделал DimaTorzok Да, это вообще было потрясающе Это же первый дебютный их клип, дуэтный Элла Борисовна сама позвонила Да, позвонила, это Пугачева Снимите мне клип, мне очень нравится, как вы снимаете Как-то быстро нашли общий язык Встретились в кафешке У вас не было мысли, что это кто-то разыгрывает? Нет Как-то я, знаете, я спокойно к этому отношусь У меня нет такой истерики У меня была ситуация на съемочной площадке У меня однажды на одном из клипов Когда мы снимали Аллочку Освятитель упал в обморок Когда она зашла, я увидела ее Ну я отчасти, отчасти понимаю Восторг Естественно, она вызывает страшный восторг Некоторые падают в обморок Но как-то вот ко мне не относится Я все-таки Я к ней и к другим артистам Все-таки отношусь как к прекрасным арт-объектам Которые можно Замечательным образом применить Ну так я немножко Ну в хорошем смысле этого слова Кадри Вы вызываете невероятное восхищение Своей любовью к делу И это видно и в каждой работе абсолютно К тому, как вы к этому относитесь Я понимаю, почему вы не устаете Говорите, даже когда у вас такой жаркий, горячий график съемок Потому что вы по-настоящему искренне любите свое дело Очень А Ирина, вы сразу видите Вот перед артистом, который пришел к вам сниматься Вот он такой же, как и вы Или все-таки он как-то так Не очень серьезно к своему делу относится А значит, в общем-то, и дел-то может и не выгореть На самом деле Выгорит обязательно Это не важно, кто к кому относится Если ко мне попал, то все Выгорит обязательно Ну, конечно, артисты Хорошо поющие артисты Не обязательно хорошие актеры И с кадром Не многие из них ладят Вот так, по-настоящему Как профессиональные актеры Ну, это и не их вина А моя задача помочь Помочь что-то такое Вовремя ущипнуть Чтобы нужная эмоция была Ну, какие-то свои методы Педагог уже включается, Миронова Не, не педагог, нет Я соратник Я просто задела Помощник, да Кого не учу Я просто применяю все, что лучшее есть в человеке Стараюсь полюбить сразу Любого Вот, не важно Я песни особо не слушаю эти Но я их люблю Потому что нужно полюбить человека И снять самое лучшее все, что в нем есть А если без любви ты не увидишь эту красоту Вы часто рассказываете, что на каждый запрос Ну, просьбу клиента, вашего артиста Вы пишите несколько сценариев Да, это так есть Это же колоссальный труд Это невероятно много времени Конечно А вы как хотели Без труда не выловишь рыбку Ир, а четкой задачи не ставят? Как вот мы хотим так Или просто Хочу быть в перьях Красивая Красное платье Закатное море Все бывает очень четко и конкретно Но не всегда это лучший вариант Поэтому я предлагаю разные варианты Мы уже находим какие-то Компромиссы, да? Да, совместные решения принимаем А вот мне еще интересно узнать степень откровенности в клипах У вас же есть очень откровенные клипы Есть На тот же там Трафик, Земфира есть Еще варианты такие различные Трафик, это, конечно, панлический клип Он очень красивый А вы знаете, что это то, что вот сейчас в эфире вообще существует? Это версия такая ущемленная Потому что все пришлось вырезать Мы же снимали половой акт От начала до Константина Эрнста Да, он как раз хотел его поставить в эфир Первого канала И невозможно было Он говорит, я не могу, это безумно красиво снято Но это же порнография, это невозможно оставить Это же половой акт Возбужденные, значит, эти половые органы Фрикционные движения Это все нельзя А я ничего не знала этого Теперь знаю Это арт-объекты, говорили вы Но Константин Львович думал по-другому Друзья, Арина Неронова у нас в гостях Режиссер, клипмейкер, телерадиоканал «Страна.ФМ» Мы обязательно продолжим наше общение А сейчас, внимание на экраны У нас клип коллектива «Две Маши» «Стерва» Одна из самых таких свежих работ Девочки приходили к нам, кстати, с премьерой Вот видите, здесь полная режиссерская версия Мы для тех, кто нас слушает, говорим Пересказывать не будем сюжет И это смотрим, конечно Кто-нибудь меня услышит и поймет Внутри меня живет любовь Внутри меня нервы по стенам И эти все посты твоим стервам Эти все посты сжигали наши мосты Огонь нашей любви взял и остыл А как же там мой тыл куда-то вдруг уплыл Я в поиске за счастьем нашим продолжаю бежать Медленно, медленно падаем вниз мы Медленно, медленно падаем вниз мы За руку крепче мою, держись ты Если устанем вдруг, не станет нас сейчас Тут, 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 тут Кто-нибудь меня услышит и поймет Внутри меня живет любовь Внутри меня нервы по стенам И эти все посты твоим стервам Меня услышишь ты Сломались наши мечты Разлетелась по миру Карта моей судьбы Кто-то из нас забыл Забрав ключи, закрыл Я в поиске за счастьем нашим продолжаю бежать Медленно, медленно падаем вниз мы Медленно, медленно падаем вниз мы За руку крепче мою, держись ты Если устанем вдруг, не станет нас сейчас Тут, кто-нибудь меня услышит и поймет Внутри меня живет любовь Внутри меня нервы по стенам И эти все посты твоим стервам Кто-нибудь меня услышит и поймет Внутри меня живет любовь Внутри меня нервы по стенам И эти все посты твоим стервам Медленно, медленно Медленно, медленно Медленно, медленно Медленно, медленно Медленно, медленно падаем вниз мы Медленно-медленно падаем вниз мы За руку крепче мою, держись ты Если устанет вдруг, не станет нам сейчас Кто-нибудь меня услышит и пойдет Внутри меня живет любовь Внутри меня нервы по стенам И эти все посты твоим стервам Кто-нибудь меня услышит и пойдет Внутри меня живет любовь Внутри меня нервы по стенам И эти все посты твоим стервам Кто-нибудь меня услышит и поймет Внутри меня живет любовь Внутри меня нервы по стенам И эти все посты твоим стервам Кто-нибудь меня услышит и поймет Внутри меня живет любовь Внутри меня нервы по стенам И эти все посты твоим стервам Друзья, и снова Ирина Миронова в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Я надеюсь, что вы не только слушаете, но и смотрите сегодня, особенно этот час. Да, потому что мы смотрим клипы, Ирина Миронова, и, конечно, общаемся с огромным удовольствием с ней. Ирина сняла более тысячи клипов, но если вы зайдёте на официальный сайт режиссёра, вы обнаружите там, ну, около 15, наверное, может быть, чуть больше 20. Не, 50 или 100, но не все, конечно. Да, потому что они не все открываются, у меня, но... Так вот и хочется спросить, а где же всё остальное обогатство? Ну, зажимают, наверное, да, эти артисты. Ой, у меня не все есть, во-первых, далеко, во-вторых, как-то так, особенно первые клипы были, как-то по правам мы не проходили, всё принадлежало артистам. А ещё, вы знаете, у меня очень много, прям огромное количество всяческих съёмок для частного использования. Вот это мои любимые, это очень хорошие, большие бюджеты. Целые мы там фильмы и мюзиклы делаем, да, но это для личного пользования. Ну, о чём там вообще? Они поют, они поют, они поют, они поют. То же самое. Клипы, песни, клипы, целые фильмы даже. Ну, вот сказать не могу, и на сайте у меня этого нет, но могу рассказать, что очень красивый фильм мы снимали для старшей дочери Нарсултана Назарбаева, Даригана Назарбаева, 50. Она любит петь, она делает это прекрасно, она оперная певица, но не состоявшаяся, а так любительница. Мы делали огромнейший большой фильм, снимали в Казахстане, в Париже, в Петербурге, в Москве. Она пела Арии, очень известная, и мы делали огромнейший фильм с каскадёрами, с лошадьми, с замками, в общем, безумной красоты всё это. Но вот я не могу, да, это в её частном распоряжении, я не могу показывать на сайте нигде. Я знаю, что вы очень любите вот эти масштабные съёмки, во всяком случае в интервью признавались, чтобы было много военных, чтобы много-много всё монументально, всё очень массовое такое. Какая работа вам наиболее запомнилась, вот та, которая была вам наиболее интересна именно по масштабам съёмки, по использованию? Ну, каждый раз это что-то такое, какой-то подвиг очередной, подвиг масштаба. Но мне понравилась очень ситуация, когда для Би-2 получилось снять на Красной площади безвоздушное. Мы посмотрим сегодня это с ним. Тамара Горсетели, да, это было очень красиво. Ну и потом на Красной площади, конечно, да. Насколько перекрыли площадь для вас? Восемь часов. Восемь часов? Ну, в общем, молодцы, успели, уложились. Вот чих-пых просто. Не подвели к кремлёвскому коменданту. Ира, скажите, благодаря чему или кому вот началось у вас вот это увлечение режиссуры? Кремлём? Нет, режиссурой. Режиссурой? Я с детства это люблю, думать об этом. Я смотрела мультфильмы и всегда считала, что это какие-то реально существующие миры, что вот они просто там так живут, такие персонажи. И потом, когда я поняла, что это кто-то делает, кто-то рисует, придумывает и вообще осуществляет, у меня просто поехала крыша. Я сразу решила, вот я так хочу, я хочу придумывать то, чего нет, и это делать, чтобы это было. Родители как вот в этом плане? Родители не против. Не против. А в Московский институт геодезии, картографии и аэрофотосъёмки, факультет прикладной космонавтики. Факультет прикладная космонавтика, представляете, какая высота. Я даже не понимаю вообще, что это такое прикладная. Как она может быть прикладной? Куда её приложить? Мы изучали все возможные съёмочные оборудования, которые крепятся на все возможные летающие объекты, которые вокруг Земли. И, собственно, мы были разведчиками, мы сканировали территории чужих стран с целью разведки. Вот, собственно, чем я изменилась. А вы же пошли поступать туда после того, как во ВГИК не смогли поступить. Да, меня что-то не приняли. У меня рост ещё... Я такая маленькая. Говорит, что это? Зачем тебе? Затерялись в толпе. Что, а где какие работы вы сделали? Ну, что-то такое. А там надо было работать. А я ещё очень... Что-то я нагрубила, что ли, мне кажется. Я уже не помню. Короче, мы друг к другу так подошли, очень не подошли. Я отправилась в космос. Ну, в итоге не пожалели. Я знаю, что в интервью всегда говорится, что закончили самый лучший институт. Самый лучший факультет. Я думаю, что это отличное знание. У нас была прекрасная кафедра фотографий и всё, что связано с оптическими системами. Там я стала оператором. Я научилась снимать на все возможные виды съёмочного оборудования, именно на своём факультете, перекладной космонавтики, гораздо более современные и мощные, чем мог в ГИК на тот момент вообще предоставить. У нас это всё было передавать технологии. Чтобы обогнали время чуть-чуть. Да, и я изучила монтажные программы раньше всех. Я очень счастлива от этого. Мне кажется, это дало мне большую такую фору. Ну, и потом впоследствии работа на телевидении в качестве продюсера, оператора. Там разных много должностей тоже, наверное, сыграла большую роль. Да, конечно. Дружба с техникой мне очень помогла, а фантазия, которая просто... Я с ней родилась. И с артистами тоже. Ведь там наверняка завязывались какие-то дружеские отношения, знакомства, во всяком случае. Да, так и получилось. Потому что буквально в коридорах Останкина, проходящие мимо Андрея Губин, сказал, я знаю, ты хочешь снимать клипы. А я, как, знаете, так, девочка из сказки про Ассоль, которая всем рассказывала, что она когда-нибудь дождётся своего принца на красных парусах. И я рассказывала, что я буду снимать клипы. Уже все знали. Вот эта сумасшедшая Миронова хочет снимать клипы. И так он ко мне подошёл и говорит, ты, Миронова, ты хочешь клип снять? Я говорю, да. А можешь? Да. Ну давай. И за какие-то очень скромные деньги мы позволили себе эксперимент, который оказался удачным. И так пошло-поехало. Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. Встречать рассвет и слышать, как проснёшься не со мной. Мне стало так легко дышать в открытое окно И повторять ей лишь одно. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, Не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, Не потеряй его и не сломай, чтоб не нести вдоль ночных дорог, Пепель любви в руках сбив, ноги в кровь, пульс его теперь в твоих глазах, Не потеряй его и не сломай. И в январе пусть бьётся серый дождь к нему в окно, Пусть обнимает не меня, но помнит всё равно, И пусть случайно моё имя вслух произнесёт. И пусть молчит, что всё же помнит. А за окном сжигают фонари и прогнятый дождь, Мой нежный пальчик, ты прости меня за эту дрожь, И пусть твои слёзы прошептала тихое прощай. Не забывай, не забывай. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог, Шлабость и в ком, не жалея ног, Сердце его теперь в твоих руках, Не потеряй его и не сломай, чтоб не нести вдоль ночных дорог, И в любви в руках спишь, но есть кровь, Пусть его теперь в твоих глазах, Не потеряй его и не сломай. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог, Шлабость и в ком, не жалея ног, Сердце его теперь в твоих руках, Не потеряй его и не сломай, чтоб нести вдоль ночных дорог, Пепель любви в руках спишь, ноги в кровь, Пусть его теперь в твоих глазах, Не потеряй его. Слушай, смотри, страна FM Это не мне, из миллиардов возможностей волчий билет, Свет отключили подвиски и слов венегрет, Я влюблена, мы заложники, падает снег, Это другие, Слык на арене и лошади в пене твой рот, Сохнет пожаром и безукоризненно лжет, В комнату еле заметно вползает восход, Долго, 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 долго. Долго сказал тебе, что мне просто Отпускать тебя за пределы Видимости двух перекрестков Шаг направо, стопя налево В твоем горле сердце подростка В моем сердце зреют каштаны Перед поцелуем скажи мне Я к тебе бежать не устану Это весна Радусы скачут по венам и сладость артуть Жизнь наконец обретает исходную суть Я без любви сирота и живу как-нибудь Это не мне Пусть это будет не мне, а тому, кто не смог Чтобы держать меня вовсе не нужен предлог Танцует в наших глазах электрический ток Долго-долго-долго-долго Кто сказал тебе, что мне просто Отпускать тебя за пределы Видимости двух перекрестков Шаг направо, стопя налево В твоем горле сердце подростка В моем сердце зреют каштаны Перед поцелуем скажи мне Я к тебе бежать не устану 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 Я к тебе бежать Диана Арбинина, Дровя, песня «Это не мне» Клип Ирины Мироновой И, как признается Ирина, нам, оказывается, Диану выкрасили в блонд Именно специально для этого клипа Здесь Ирина выступила также, я так понимаю, стилистом Да, это было мое главное решение Я ей сразу предложу принципиальное Что именно она будет блондинкой Она сначала вообще не поняла этого Но согласилась ради клипа Но, как видите, осталось уже навсегда Так до сих пор и ходит, конечно Правда, очень красиво, очень хорошо Платье роскошное, такая задумка Ирина, вы видите сразу, когда артист перед вами встает Картинку в клипе Каким он должен предстать? Или все-таки нужно в какой-то момент настроиться, подумать? Послушать пьесни, может быть В таком образе, да Будет ли на нем парик Будет ли какое-то такое платье Вы знаете, человек все-таки здесь важнее песни Песня, конечно, имеет значение Мем песни пролететь нельзя Ее надо как-то почувствовать и правильно понять Но человек главнее Персона главнее И здесь нужно полюбить Просто вот реально влюбиться в артиста Влюбиться и прям сделать И чтобы все влюбились в него еще больше Ну, как ты сказали, что музыку, в общем-то, стараетесь не слушать современную Вам хватает во время работы И очень любите слушать джаз Да, это мой отдых И, в общем, исцеление, я так понимаю, тоже какое-то Для души, для сердца После такого музыкального материала Да, такой фильтр Вы можете отказаться, если песня совершенно вот вообще не ложится вам на сердце, на душу? Нет, не могу Я очень люблю снимать Я все снимаю Я этот вопрос давно для себя решила У меня был такой момент, когда я уже сняла Земфиру, Децела Какие-то хиты Пугачеву, и вдруг ко мне обращается Олег Газманов Ну, совсем другой музыкальный материал Я послушала его песню И, честно призналась, я не понимаю Это был очень давно, 2003 или 2002 год Это был первый раз, когда мы с Олегом общались И я реально отказалась Но надо ему отдать должное Он поступил красиво Он сказал, хорошо, я к вам вернусь, когда вы врубитесь в мою музыку И он пришел через год с песней «Мои ясные дни» А я к тому времени поняла очень простую вещь Если я буду выбирать песни, то я мало буду снимать А меня это совсем не устраивало Я поняла, что мне не надо выбирать песни Мне надо по-другому поступать Мне надо их научиться услышать и полюбить И он принес мои ясные дни Я уже была готова к этому моменту И мы сняли прекраснейший клип С Сережей Безруковым, с Димой Дюжевым Со всей командой из бригады Со всей бригадой из бригады Вот, и это такой мой один из любимых Как ваша школа, Ирина? Вы же преподаете У меня есть школа, она называется «По воскресеньям я снимаю кино» Так и называется «По воскресеньям я снимаю кино» Это для всех, кто хочет научиться снимать и знать о кино И вообще все, что угодно о кино И вообще время проводить в кино Потому что у моих студентов есть особенная привилегия Они посещают мои съемки И даже работают на них И даже деньги зарабатывают А могут они что-то, какое-то предложение внести в съемки? Даже не просто могут, а обязаны Это обязательный тренинг, практику Сколько длится курс? 10 мастер-классов по 3 часа Это 10 воскресеньй А потом еще в 2 раза больше практики А экзамен, сертификат? Экзамены, мы снимаем клипы И один из симпатичных клипов Мои студенты сняли с моим участием Он в сети висит Музыку написали «Би-2» Называется «Закройся» Миронова «Фит-Би-2» Вот мои студенты, я горжусь Взяли, они меня применили как актрису Потому что я им все разрешала с собой делать И, собственно говоря, все они со мной и делали там Вообще, конечно, вам надо снимать себя почаще в клипах Я думаю, вот так вот В кино, разумеется, в дальнейшем Когда я стану Вуди Аленом, то я буду в роли рассказчика участвовать в своих фильмах Скорее Друзья, ну вот у нас сейчас потрясающее совершенно произведение искусства Безвоздушная тревога «Би-2» и «Тамара Гварцетель» Это самая яркая, масштабная работа Клип снимался на Красной площади Ирина, сколько здесь было версий сценариев? Сколько сценариев было? Это сразу Это был один, который Мне сразу поняла, что надо снимать Это называется такой арт, видео-арт Когда мы делали инсталляцию И, собственно, ее и снимали Из огромного количества людей Здесь участвовало очень много реальных солдат Который, честно говоря Ух ты, все С ними сложно было договориться Но получилось Разброшенный камень Было одним Стало другим Доды цепи Замыкаются звенья Каждый звонок Как состав преступления Держит меня И я услим Ровно души Капитан моей растущей души В этом городе В этих стран мы скучи Безвоздушная тревога Жизнь не спеши Не сдавайся, не меняй Накроши Расгорится и покраснет ночи Безвоздушная тревога В этой картине Сгущаются краски Искренне любят Но терпят фиаско Что-то опять Случилось в раю Стойку обнял Оловянный солдатик Он окружен А точнее А квадращен Время платить И закончить бою Ровно души Капитан моей растущей души В этом городе Это стран мы скучи Безвоздушная тревога Жизнь не спеши Не сдавайся, не меняй Накроши Расгорится и покраснет ночи Безвоздушная тревога 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 Беспослушная тревога Всегда так казалось И невероятно тонкий психолог, мне кажется Потому что работать с артистами Любой величины, и большой, и не очень Это такое, нужно терпение Это нужно и тактику, и хитрость И психологию А вы знаете, самое сложное, это работать с новичками Они еще такие Они ничего не понимают, такие новорожденные И у них очень много амбиций, что хорошо И не упакована еще такая Сила, и фантазии, и желания И все бурлит, кипит, и хочется всего сразу Вот дебюты Это самое сложное Не заметили вы такую тенденцию, что больше сейчас хочется Каких-то экзотических Картинок обязательно, чтобы какие-то были Купальники, или вообще отсутствие их Вот артистов молодых, которые приходят к вам И просят снять им клип Голодьба, это очень художественный Прием такой Хорошо работающий для зрителей, безупречный И, конечно, многие им злоупотребляют Но я тоже это люблю Что скрывать, но я предпочитаю снимать это Красиво Ир, красиво ли снимают сейчас В эпоху селфи Люди Свои видео Может быть, вам что-то присылают Присылают очень много всего Я с огромным удовольствием Ну, не прямо все, но я люблю Потому что там бывают такие На вооружении что-то берете? Беру, беру Я беру этих людей сразу У меня были примеры, когда прям в команду Я сразу так, иди сюда Это очень здорово все Сейчас потрясающее время О котором я только мечтала, когда начинала снимать Мы начинали на большие, огромные киносъемочные камеры 35 миллиметров с огромными бобинами Сейчас у нас есть айфоны в руках Я в своей школе тоже учу снимать на айфон Это классно, когда ты можешь просто взять У тебя есть рука, айфон и голова на плечах Что самое главное Наполненное нужными знаниями И ты берешь и снимаешь что угодно Клипы, кино Это потрясающее время Мне кажется, каждый может применить это В свое удовольствие Пару советиков от Мироновой Чтобы получилось видео таким более-менее Или даже хорошее Более-менее длинные кадры не снимайте Раз, два, три, четыре, пять Максимум все, выключаем Здорово, что мне кажется Потом монтировать Монтировать не надо Раз, два, три, четыре, пять Выключаем все Подмигнул и выключил Ирина, дочка ваша, Дарья Расскажите немножко Они 15 лет скоро будут в июне Ой, ужас какой кошмар Ну что, определилась ли она Со своей профессией, со своим будущим По воскресеньям снимает ли она Снимает со мной Все учит, все смотрит, все снимает Вместе со мной снимала клип для Две Маши Все делала как ассистент режиссера Очень любит и хорошо видит кадры Но у нее есть прекрасный дар Это моя боль Она не поет, она пианистка Она в малолетстве с четырех лет Играет с большим педагогом И участвовал в конкурсах и в Риме и так далее Но как-то себя тоже в этом не видит Она очень активная и она в поиске Я за нее не переживаю Я считаю, этого человека Можно выбросить зимой на мороз И с ней все будет в порядке Так что разберется А я ей помогу во всем, чем она только захочет Ирина, главная черта ваша, как вам кажется? Я люблю любить людей И люблю любить свое дело Это большое счастье, что вы есть именно такая Потому что вы дарите очень много радости, счастья и красоты в своих клипах И музыкантам, и, конечно, нам, зрителям И мы очень ждем, мы должны сказать, ваше кино Большое кино Пусть оно как можно скорее придет в вашу жизнь Скорее музыкальный фильм снимется А дальше что-то такое большое на экранах А может быть еще и книгу вторую, Ира? Книга вторая уже почти готова Так, и что мы там дождемся? Дождетесь, она будет более художественно-разительной И более интересной уже Но там тоже секреты съемок? Тоже секреты, она тоже будет, как правило, съемки Но просто она лучше, на самом деле, уже получилась Первый, блин, немножко первый, а второй уже... Ну, примерно когда? В этом году? В следующем? Я думаю, что в следующем году точно Все, отлично Обещаю Отлично Друзья, тут такое дело, да, конечно Невозможно за час, за 50 минут посмотреть все клипы, которые сняла Ирина Миронова Невозможно наговориться и узнать все, очень хочется Поэтому мы будем прям настаивать, просить и умолять И ждать следующей встречи Ирина Миронова, режиссер-клипмейкер Ирочка, спасибо огромное вам ММ «Ключает сердце» тоже режиссерская работа Ирины Мироновой И сейчас вот для тех, кто нас слушает Слышат какие-то звуки, машины, автомобили Ром, это клип режиссерской версии Конечно, нужно ее смотреть Вы беспомощны сопротивляться И вот уже оказываетесь где-то С кем-то незнакомым Другим